Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекция читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природа для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекции лицом к опасности. Руководитель Чебодарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Учитает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заблак и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с горефеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Ассоциация «Серано» представляет новый цикл вебинаров, созданный совместно с профессорами Российской Академии Наук. Профессора «Аран» — это новая научная группа, главной целью которой является постоянная генерация знаний. Это особенно важно в области медицины, где от качества образования напрямую зависит чья-то жизнь. Вашему вниманию будут представлены доклады собрания, посвященного коронавирусной инфекции. Кирилл Алексеевич, Ирина Валерьевна, Ольга Борисовна, коллеги. Я очень рад выступить на нашем заседании. С такой действительно, совершенно правильно Кирилл Алексеевич сказал, неизбитой темой о связи, возможной связи, которая начинает уже немного подтверждаться. COVID-19 и нестабильности генома. Я представляю здесь три организации. Это лаборатория молекулярной генетики и цитогеномики мозга именно профессора Юрия Борисовича Юрова. Лаборатория молекулярной генетики и психических заболеваний именно профессора Варсанова в спиннике педиатрии РНИМУ. И кафедра медицинской генетики РМАНПО. Ну, поскольку говорить о COVID-19, уже о COVID-19 сказано много, я сразу начну, что такое геномная нестабильность в контексте, именно в непосредственно медицинском контексте. И здесь, так скажем, перефразируя поэта, говорим геномная нестабильность, подразумеваем онкологические заболевания. В последнее время, и не без гордости скажу, что и не без нашего участия, подразумеваем нейродегенерацию или дегенерацию тканей, бесплодие, иммунный дефицит. И, по сути, нестабильность генома является своего рода таким молекулярным связующим звеном между непосредственно дефектом на уровне молекул и тем, что мы наблюдаем непосредственно у пациента. И, как показывает последнее исследование, вот этот вот список, вот этот перечень проблем, связанных с геномной нестабильностью, он, судя по всему, далеко не исчерпан. Ну, непосредственно касательно мозга, здесь я коротко хотел сказать, что наш отечественный ученый непосредственно при моем участии, при участии моих выдающихся коллег, которые, к сожалению, как вы видите из названия наших лабораторий с нами, к сожалению, больше нет. Значит, именно связь хромосомной и геномной нестабильности генеральной дегенерации является, так скажем, и нарушением функционирования мозга в целом является заслугой наших отечественных ученых и опубликованных достаточно престижных работ. Собственно говоря, как возникает геномная нестабильность, здесь есть два основных пути. Первый путь, когда уже непосредственно у пациента или у индивидуума есть генетическое нарушение, в частности нарушение хромосомной аномалии, это то, что представлено на слайде слева, это приводит к своего рода специфическому типу хромосомной нестабильности или геномной нестабильности, которую мы в свое время назвали хромохеликозис, в переводе с греческого это язва или изъязление хромосомы. И при последующих делениях клетки эта аномалия приводит к тому, что структура хромосомы разрушается и принципиальный момент, что это связано с предрасположенностью индивидуума, у которого возникает эта хромосомная аномалия, к возникновению и увеличению уровня геномной нестабильности. Здесь немного забегая вперед, хочется отметить, что люди с хромосомными аномалиями, с генетической патологией, переболевшие COVID-19, они в принципе являются группой большего риска не только к осложнению при непосредственном заболевании, но и с разного рода постковидными проблемами. И очень интересный такой момент, что изучение, например, синдрома Дауна и пациентов синдрома Дауна, которые переболели COVID-19, такие исследования есть чисто клинические, а что, например, происходит на молекулярном уровне, до настоящего времени пока не изучалось. Это, в принципе, очень важный и интересный момент. Ну и, собственно говоря, индивидуум может иметь предрасположенность к геномной хромосомной нестабильности, что, помноженное на факторы внешней среды, коим непосредственно являются и вирусные инфекции, может, в свою очередь, инициировать процесс, связанный с геномной хромосомной стабильностью. Здесь есть два, условно говоря, сценария. Первый сценарий, он связан преимущественно с онкологическими заболеваниями. Это когда нестабильность является результатом клональной эволюции от одной клетки и за счет мутации в одной клетке путем эволюции в клеточной популяции возникает соответствующая клеточная популяция с хромосомной и геномной нестабильностью. Либо это более характерно для дегенерации ткани, когда в геноме клеточной популяции уже есть генетический дефект, и он, взаимодействуя с отрицательным фактором окружающей среды, инициирует так называемые процессы, так скажем, защиты и за счет прогрессирующей клеточной гибели, ну, например, в частности апоптозы, тем самым приводя к дегенерации ткани. Ну, собственно, здесь речь шла о мозге. Сегодня уже говорили, что основными, так скажем, приоритетными направлениями являются изучение мозга и изучение старения, но вот здесь мы решили, так скажем, совместить это вместе, потому что изучение старения мозга – это достаточно сложный процесс. Это связано с тем, что мы не можем наблюдать на генетическом уровне, что происходит в клетках мозга, пока, собственно, человек находится, пока человек не умер. Ну, собственно, это вполне логично. Ну, и важный момент заключается в том, что геномная хромосомная нестабильность еще, помимо прочего, является маркером старения и маркером преждевременного старения. И, по сути своей, она является причиной в более позднем возрасте, опять же, дегенерации ткани и потери массы нервных клеток в головном мозге. Но, что, естественно, если это может быть стимулировано факторами внешней среды, опять же, возвращаемся к ковидной инфекции, то вполне этот процесс может быть более ускорен и иметь гораздо более отрицательные последствия. Ну, и, в принципе, что касается геномной хромосомной нестабильности, потому что, ну, в самом названии нестабильность мы понимаем, что это процесс динамический. Здесь уместна цитата, хорошо известная античная цитата Гераклита о том, что все, счет все изменяется, естественно, уровень хромосомной геномной нестабильности, он не только может увеличиваться, но еще и может уменьшаться. И как раз за счет внешних факторов воздействия, которые мы можем непосредственно делать сами, уровень хромосомной геномной нестабильности может снижаться, тем самым приводя, так скажем, к обратным эффектам. Ну, в частности, как показано на слайде, если уже есть нестабильность, может снижаться прогрессивные заболевания, может снижаться риск сложных или многофакторных заболеваний, снижать риск онкологических заболеваний, проблем с поведением, с нарушением репродукции, ну и в целом, возможно, даже своего рода омоложение, улучшение качества жизни, улучшение продолжительности жизни. Ну и, собственно, непосредственно, переходя к нашим исследованиям связи геномной нестабильности с COVID-19, здесь просто я не буду долго погружать вас в технические аспекты нашей деятельности. Собственно, здесь важный момент заключается в том, что мы разработали непосредственно методики для изучения наличия дополнительной или отсутствия необходимых нуклеиновых кислот в клетке. И это, в общем-то, вполне как бы не маргинальные технологии, они вполне применимы, как оказалось, и к вирусным заболеваниям. И вот непосредственно то, что мы нашли при изучении биологов взаимодействия, анализа интерактомов, то есть возможные процессы кандидата, измененные за счет наличия соответствующего коронавируса в клетке, в частности, в нейрональной клетке. Здесь, собственно говоря, эта работа буквально принята совсем недавно, и, как видите, на слайде она еще даже находится, так скажем, на стадии корректировки. То есть она принята, она уже, как бы у нее есть библиографические данные, но она пока еще не в открытом доступе. Ну и здесь мы вот на слайде видим, вот благодаря картинке справа, целый набор процессов, которые за счет анализа являются процессами-кандидатами, измененными за счет наличия коронавируса в клетке. Здесь такой перечень процессов, очень хорошо знакомый тем, кто занимается молекулярной онкологией. Это процессы практически полностью вовлечены в сохранность стабильности генома, и мы можем с высокой вероятностью утверждать, что эти процессы могут изменяться и изменяются за счет наличия соответствующего вируса в клетке. Тем более, что мы как бы уже начали, ну, только-только начали пилотные исследования, и эта идея, к сожалению, подтверждается. Ну, в данном случае понятно, кто виноват. Теперь необходимо ответить на вопрос, что делать, потому что, как бы, мы, перечень заболеваний, который был до этого достаточно серьезен, многие из них считаются неизлечимыми. Но, тем не менее, здесь, как говорится, есть, что можно, есть варианты действий. Во-первых, необходимо у пациентов определение их предрасположенности к хромосомной геномной нестабильности. Это процесс, основанный на анализе генома отдельно взятого пациента. Но самое, на мой взгляд, важное, это мониторирование хромосомной геномной нестабильности. Эти технологии есть, известны, некоторым из них уже не один десяток лет. Но, тем не менее, они все равно позволяют нам определять, количество определять уровень хромосомной нестабильности. И в тот момент, когда мы видим, что уровень ее растет, не дожидаясь манифестации заболевания, мы можем, ну, собственно, это уже, как говорится, уровень компетенции Дмитрия Алексеевича, с помощью фармакологических препаратов, с помощью внешних воздействий, эти уровни, как минимум, контролируют, то есть, как минимум, делают так, чтобы они не повышались. А, в принципе, есть данные, что определенные лекарственные препараты могут эти уровни и снижать. Ну, и в заключение, поскольку мы, естественно, подобный анализ проводится с большим анализом литературных данных, очень важный момент, который, я думаю, касается вообще всех ученых, вне зависимости от того, занимаются ли они фундаментальной или практической наукой, он связан с научной периодикой и то, как она отреагировала в первые четыре месяца на ковидный вызов, как он тогда назывался. Здесь мы проанализировали все публикации из базы данных ПАБМЕТ на предмет того, что, собственно, они себя представляют. Являются ли они оригинальными исследованиями, являются ли они обзорами, или это, ну, как говорится, комментарии, новости, комментарии на комментарии, а обобщающих можно назвать презентирующие публикации. То есть публикации, которые не несут в себе никакой неоригинальной идеи, никакого анализа, а просто, ну, как говорится, сказали, потому что есть такая возможность. Ну и, к сожалению, в общем, современная научная периодика краш-тест на ковид не выдержала вообще, на мой взгляд, потому что вот здесь вы видите большое количество публикаций, где-то примерно от 6 до 7 тысяч, все были, ну, нет, буквально одну минуту, просмотрены вручную, оказалось, что только 40% публикаций являются хотя бы даже, не просто оригинальными данными, а хотя бы обзорами или мета-анализом чего-то. 60% публикаций – это просто комментарии и комментарии на комментарии. По сути, в своей научной периодике, к сожалению, мировая переродилась в своего рода достаточно низкопробную социальную сеть, где тот, кто имеет возможность высказываться, высказывается, ну, а, соответственно, все остальные должны наблюдать за этой красивой парирующей дискуссией, и при этом реально она в себе ничего не несет, то есть, как бы, результата мы в конечном итоге не имеем. Мы имеем только набор красивого и не очень красивого общения между людьми, которые друг с другом, в общем-то, никакой конструктивной и продуктивной деятельностью в данный момент не занимаются. Ну и... Я хочу выразить большое спасибо, поблагодарить за возможность выступить, большое спасибо коллегам, что выслушали доклад, мы всегда рады к сотрудничеству, большое спасибо.